Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о 18 главе книги пророка Исаии. Пророк Исаии Иерусалимский в центральной части своей книги очень много внимания уделяет судьбам окрестных народов. По-видимому, это было важно и для него самого, и для тех, кто его слушал, увидеть вот эту глобальную картину. Он описывает прямо политическую карту мира тогдашнего. И в какую точку не обратится взор пророка, везде он видит, что и в этой точке Бог властен, и в этой точке у Бога есть свое видение, замысел того, что будет происходить, и сила Божья проявляется. Вот здесь, в 18 главе, пророк обращается к Эфиопии, к земле, осеняющей крыльями по ту сторону рек Эфиопских, заморских странах, которые, в общем, играли некоторую важную роль в ближневосточной жизни, потому что служили источником золота и источником живой силы, в первую очередь для Египта, но в то же время и пытались некоторым относительно самостоятельным образом участвовать во всех этих перипетиях ближневосточной политики. И вот Исаия обращается к ним и говорит, «Горе земле, посылающей послов по морю и в папирусных судах по волнам, идите быстрее к народу крепкому и бодрому». Таким образом, все вот эти попытки поучаствовать в разнообразных военных комплотах Ближнего Востока, все это все равно оказывается с точки зрения пророка бессмысленным, потому что идет народ крепкий и сильный, крепкий и бодрый, потому что рука Божья ведет его к выполнению Божьих замыслов. И вот поэтому пророк обращается к людям, населяющим Вселенную. Тоже может быть еще один важный момент – это желание пророка засвидетельствовать общность, все-таки общность людей, которые проживают на земле, при том, что они разделены на народы, царства и так далее. Но все-таки можно это сказать. Люди, населяющие Вселенную, живущие на земле. Это и сейчас-то крайне непопулярное представление о человечестве в целом, а уж тогда тем более. Тем не менее, пророк вот об этом напоминает. И вот он свидетельствует о том, что Бог говорит ему об этих самых эфиоплинах и земле эфиопской. «Ибо так Господь сказал мне, я спокойно смотрю из жилища моего, как светлая теплота после дождя». Бог говорит, ну, я все, я вижу все это. Может быть, знаете, в текст книги не вошли какие-то эмоциональные восклицания, испуганные, которые мы очень можем здесь себе представить, о том, что и вот эти силы заморские, откуда приходят послы на поперсных судах, и вот они тоже оказались ненадежными. Господь говорит, я все вижу, я спокойно смотрю из жилища моего. И даже не знаешь, что здесь для тебя будет важнее. Тот факт, что Бог смотрит, видит, видит. Вот Бог говорит, все вижу. Он все видит, что здесь происходит. Или может быть то, что Он говорит, что смотрит на это спокойно. Ну, хоть кто-то не впадает в истерику при прочтении международного раздела новостей. Вот Господь говорит, я спокойно смотрю из жилища моего, я вижу все происходящее. Знаете, может быть, сегодня мы бы сформулировали это иначе, и сказали бы, что Господь говорит, что все под контролем. Я спокойно смотрю из жилища моего. И дальше речь идет о том, что у Бога есть свой замысел, и как виноградник виноград очищает, так он будет очищать вот всех участников этих исторических событий. Прежде собирания винограда, когда он отцветет, он отрежет ножом ветви, отнимет, отрубит отрасли, и все останется там хищным птицем. Заметьте, что в проповедях, помещенных в начало книги Исаия, этот образ виноградника и виноградаря, которые о нем заботятся, он прилагается к Израилю и к Господу Богу, как к пастырю Израиля. А здесь тот же самый образ на самом деле уже прилагается в совершенно другом контексте, совершенно иному народу, потому что Бог бдит над всем, что происходит с людьми, со всеми людьми. И удивительным образом пророк говорит, в то время будет принесен дар Господу Саваофу, дар от народа рослого и все попирающего к месту имени Господа Саваофа. Мы привыкли представлять себе языческие культуры, окружающие Израиль, как нечто весьма замкнутое и упертое. Такое, что если уж там это язычники, которые поклоняются какой-нибудь своей Астарте или еще чему-нибудь, ну вот их уже там с места не сдвинешь. И главная задача Израиля в том, чтобы уберечь свою веру от влияния вот этих самых язычников. И впрямь в некоторых библейских текстах, особенно в исторических книгах, мы можем обнаружить именно такой взгляд на происходящее. Но на самом деле культуры Ближнего Востока, может быть и вообще культуры любые, очень и очень открыты к взаимопроникновению. И, по-видимому, неспроста так часто мы обнаруживаем у пророков свидетельство о том, что народы, которые вчера еще казались языческими, будут приносить дар Господу Саваофу, будут приносить жертвы к месту, где пребывает имя Господне. Ну и это будет, собственно, таким проявлением и их собственных отношений с Богом. Оказывается, что тоже очень важно было для израильтян осознать, у Бога есть некоторые отношения со всеми остальными народами, в том числе с теми, кто народу Божьему, по крайней мере, на данном этапе жизни, может быть враждебен. Это тоже чрезвычайно важная идея, свойственная пророческому универсализму. Потому что ужасно хочется сказать, что вот мы правильные, народ богоносец, еще какой-нибудь глупости. А они все, вот они все вообще Богом незамечаемы, у Бога на них безразлично, наплевать. Нет, нет, пророки говорят, вот и у этих народов, которые, может быть, тебя предают или угнетают, или как-то иначе не на твоей стороне, у них тоже есть взаимоотношения с Богом. Все происходящее в руках Господа Саваофа. Саваофа.